так ну вот дела меня сегодня особых нету вот тачку подварил тут колесо поменял ось подшипники поменял да ну сейчас есть немножко времени хочу показать раньше я показывал вот диск граф спидкутер это очень хороший диск по дереву у него уже один зубчик вот отломался я уже год работаю вот двумя зубчиками прекрасно работаю и доски с гвоздями и где стамеской надо выбрать вот золотом там отличный диск просто я не нарадуюсь а сегодня сегодня я хочу показать совершенно новый инновационный диск тоже граф фирмы граф black professional это для металла посмотрим и первое открываю первое что бросается в глаза он металлический его его не разорвет и работе и не причинит травма он менее травмоопасен вот что бросается в глаза для новичков которые боятся еще болгарберам подходить вероятно этот диск будет как палочка-выручалочка хорошенький как металлический не порвет безопасность на высоком уровне проверим его на деле посмотрим сейчас что-нибудь им порежем я еще его не пробовал вот первый раз ставлю он только недавно поступил поэтому посмотрим как это хозяйство будет работать для начала как обычно берем жестянку возьмем и отрежем от нее полосу посмотрим как это дело при работе жестью она вибрирует и обычные абразивные круги быстро быстро разрушаются они прям тают на глазах особенно кто режет вентиляцию короба вентиляционной те знают что диски просто тают посмотрим как работает металлический диск с алмазным напылением включить надо и Продолжение следует... Ну да, резать он, конечно, режет. Чуть-чуть похуже, чем миллиметровый абразивный. Как-то помедленнее. Но безопасность, конечно, превыше всего. Попробуем еще раз. Продолжение следует... Для сравнения сейчас обратно поставлю абразивный круг и продолжу резать абразивом. Так, просто для сравнения. Если иметь такой диск и у вас немного работы, в принципе, так, бытовая работа где-то по дому, кое-что-то где-то иногда подрезать, то не надо брать пачками эти диски. Достаточно одного такого. Ну, посмотрим сейчас. Новый, совершенно новый ставлю абразивный. И посмотрим на скорость. Вот видите, глубина пропила здесь широкая. Сейчас посмотрим. Здесь 1 миллиметр толщина диска. Продолжение следует... Толщина реза немного поменьше. Так бы незначительно, но заметно, что чуть-чуть потоньше. Потому что здесь толщина 1,5 миллиметра. Да, толщина 1,5 миллиметра. А здесь 1 миллиметр. Ну, ладно. Но этим очень опасно. Очень опасно. Он может разлететься в любой момент. Это очень опасный диск. Травм много доставляет людям. Но работать надо. Поэтому люди, невзирая ни на что, продолжают резать абразивными дисками. Хотя уже есть вот такие. Проверим дальше. Фигурный рез, например. Давайте посмотрим, как он будет резать. Вот я фигурный рез. Посмотрим. Фигурный рез. 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 Ну ладно, посмотрим еще что он может Субтитры сделал DimaTorzok 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 на мой взгляд вот так вот абразивом быстрее но только опасно абразивом скорее всего я бы это быстрее разрезал но опасно а этим хорошо так что тут еще но это тоже латун а вот алюминий здесь валяется обрезки алюминия попробуем алюминий режет резать можно но по моим внутренним так ощущениям впечатлениям медленнее абразивный режет быстрее но резать можно и во-первых безопасно я не боюсь абсолютно давлю со всей силы так что без проблем все выключай пока ну вот нержавеющая жестяночка очень тоненькая где-то 1 миллиметр вот на ней диски летят абразивные вот эти тоненькие диски они на ней просто тают она дребезжит вибрирует и выкрашивает диск просто невозможно посмотрим как алмазный диск с этим справится это чума это просто супер он ни на миллиметр не уменьшился он не растаял он не съелся вообще как был такого же диаметра и остался а разрезал мухой просто в легкую вот для этого он подходит лучше всего отрежет жестянку стальную нержавеющую я так понимаю что это изумительно он для этого создан скорее всего мне просто понравилось ну и вот последний сейчас попробуем фигурный рез на трубе да это часто приходится с этим сталкиваться в работе вот такой вот посмотрим как он справится с этим фигурным резом на трубе немножечко сторон очка то искры могут накидать так Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Всем рекомендую... Хороший диск... Для небольшого какого-то, может быть, объема работы... А может и быть и для большого... У меня нет с ним большой практики еще... Посмотрим в дальнейшем... В заключение я хотел бы сказать... Прошло две недели... За это время я сварил ворота... Резал тут всякую арматуру, уголки... Профили... Я бы хотел сказать, что вот этим диском не надо резать рельсы... Не надо резать... Вутавровые балки, швеллера... Вот уголок 63-й я уже резал обычным абразивным кругом 150-м... Потому что мне жалко было этот диск просто... Убивать на нем... Зачем? Когда он прекрасно режет жестянку... Вот где-нибудь в автомастерской... Кровельщиком, жестянщиком... В автомастерской это самый лучший диск... Можно кожух снять... Диск не разлетится... Где-то в трудное место подлезть... Можно без кожуха... Электриком, монтажником... Лотки ложить... Оцинкованные... По цехам вести... Милое дело... Один круг поставить... И полностью стройку можно ими закончить... Сантехником... Трубы до 100 миллиметров... Вот я резал... Трубы... Вот я резал... Трубы квадратные... 60... 60 на 80... Прекрасно... Можно резать... Немножко... Вот я одну трубу тут распорол... Обрезал вверх... Вот... Прекрасно... Вот... Здесь... Вот... Сотую трубу... Обрезал вверх... Делал... Прекрасно... Профиль... 20 на 40... Резал... Да... 60 на 30... Где-то вот такой вот... Резал... Нормально... Арматуру в бетоне там всю порезал... Это нормально... Такие небольшие... Вот... В общем... Нормально... Прекрасно... Так что... Ворота закончена... Для каких-то вот... Тонких... Все-таки... Этот... Круг... Больше для... Жести... Подходит... Поставил один раз... И ключ выбросил... Он больше не надо... Например... В автомастерской... Или вот... У электриков... Хороший диск... Для небольших... Домашнему мастеру... Например... Очень хорошо... Где-то что-то поправить... Подрезать... И главное... Я совсем не боюсь им резать... Он никогда не разлетится... Ну... Все как-то так... Да тут разруха... Что ты снимаешь... Разруха тут... После того... Как я вот... Все порезал... Ворота сделал... Вот и разрезал бутылку... То есть... Алмаз целый... Ничего с ним не случилось...